Субтитры делал DimaTorzok Первоклашки. Девочка считает, что это особое звание и объясняет это очень просто. За Марией, за Таив Дыхание, следят родители. Их старший сын тоже учится в лицее. Мы очень рады, что у наших детей есть возможность учиться на родном языке. Они приобщаются к украинским традициям, узнают свою родную культуру. В лицее детям нравится. Сначала внимательно слушать учительницу и самостоятельно готовиться к урокам было тяжеловато и непривычно. Но теперь трудности позади. Мне нравится научиться писать, научить буквы. Мы научились роковать до десяти и выучили цифры до десяти. Церемонию посвящения в первоклассники не случайно проводят в ноябре. Сентябрь и октябрь у детей период адаптации. Они привыкли к украинскому языку, говорят учителя. И уже достигли в этом определенных успехов. Они пришли к нам в лицей, совсем не владея украинским языком. Сейчас немного привыкли к нему, услышали, какой он мелодичный, как красиво на нем разговаривать, петь. Им будет более легко учиться. Конкурсы на внимательность и скорость. Интересные игры и загадки. Первоклассникам этот день запомнится, как веселый и интересный праздник. Положительные эмоции переполняют не только детей, но и их родителей. Чувствую, конечно, большую радость, что ребенок пошел в первый класс в украинский лицей. Будет приобщаться к родной культуре, больше знать и изучать ее. Рады, что она, приднестровская украинка, может учиться здесь, дома, в Приднестровье, на родном языке. Обучение в республиканском украинском теоретическом лицее комплексе – верный путь к поступлению в вузы соседней страны, считают родители. Но до этого еще далеко. Пока будущие абитуриенты произносят первую в своей жизни клятву. Это годик, уважаемый и очень и рада нам маме. Глянусь! Глянусь! Татьяна Коркина, Влада Вдовиченко и Олег Коваленко. Первый Приднестровский телеканал.